Аджаб Сатарович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, почему сегодня Иран так стремится попасть в ВТО? Из Санкт-Петербурга Иран совершенно очевидно, что стремится стать нормальным членом мирового сообщества не только по решению политических вопросов, но и, конечно же, вести нормальную торговую, экономическую, финансовую и деловую жизнь и деловое сотрудничество со всеми странами мирового сообщества. И, конечно же, Всемирная торговая организация является достаточно привлекательной и важной организацией для Ирана, поскольку, собственно говоря, если Иран вступит в эту организацию, то очень многие проблемы, которые сейчас не находят своего решения, будут так или иначе минимизированы. С другой стороны, ВТО на самом деле гораздо даст выгоду и гораздо способствует вхождению на иранский рынок как раз зарубежных компаний, мировых компаний, которые будут освобождены от двойного налогообложения и многих других перепонов, которые сейчас имеются, и они не могут напрямую сейчас выйти на иранский рынок. Полагаю, что в данном случае имеется желание Ирана практически вести достаточно нормальное торговое, деловое взаимоотношение с странами мирового сообщества, и никаких подспудних или каверных, так сказать, каверных идей у этой страны нет. Полагаю, что если Иран станет членом этой организации, от этого будет выгодно практически всем тем странам, которые непосредственно граничат с Ираном, непосредственно на более или менее находятся в нормальном торгово-экономическом взаимодействии с этой страной. И совершенно очевидно, что эта идея будет привлекательной, и Иран будет стремиться к решению этой проблемы. Не хотят Иран в этой организации видеть очень многие государства, поскольку все-таки членство ВТО решается консенсусом, и очень многие государства абсолютно не хотят, поскольку не хотят величия Ирана, не хотят такого бурного развития Ирана. Какие приполнены на пути ВТО стоять перед Ираном? Ну, в первую очередь этого не хотят, естественно, такие страны, как Турция, страны, которые действительно, из европейских стран, которые не хотят вхождения и присутствия иранских товаров и продукции на их рынок, которые будут на самом деле гораздо дешевле и более качественные, и более свободные от, скажем так, всякого рода химических, так сказать, веществ и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что припенов много, но рано или поздно они будут сняты, поскольку другого, альтернативного варианта воздействия нет, и страна уверенно, может быть медленно на каком-то этапе, но уверенно идет к тому, чтобы стать членом ВТО. Продолжение следует...